Эмоциональное напряжение и корневые причины всех аллергий. Скажите, вы испытываете трудности с аллергиями? Вы многое перепробовали и у вас сложилось ощущение, что ничего не работает? А что если я скажу вам о существовании важного фактора о том, как ваше тело сохраняет память, что вы совершенно упустили в связи с вашей аллергией? Привет, меня зовут Иветт Роуз, и я автор-основатель моей книги о 679 медицинских болезнях и скрытых эмоциональных посланиях, стоящих за ними, которые универсальны для всех. Добро пожаловать на сегодняшнюю тему «Эмоциональное напряжение и корневые причины всех аллергий». Во-первых, что означает аллергическая реакция? Это когда у вас возникает аллергический отклик к чему-либо из вашего окружения. Ваша иммунная система реагирует на что-то, что она распознает как постороннее и небезопасное. Все постороннее воспринимается как опасность, и ваше тело вырабатывает антитела для защиты. Таким образом, тело чрезмерно реагирует на принимаемую им опасность. Давайте рассмотрим подробнее, какой важный фактор и роль играют в этом сценарии. Если вы сталкиваетесь с моими исследованиями и работой, позвольте объяснить, что именно я имела в виду, когда говорила об изучении эмоциональной корневой причины всех аллергий. Эмоциональное напряжение сильно влияет на физическое здоровье нашего тела. Это вы уже знаете, однако часто упускаете из вида тот факт, что чувствовать определенные эмоции может значительно опустошить ваше тело. В процессе проживания разных эмоций замечали ли вы, что некоторые части вашего тела начинали произвольно болеть, ныть или приносить вам дискомфорт? Дело в том, что наша эмоциональность сохраняется в теле, поэтому, когда вы активизируете определенную эмоцию, сознательно или бессознательно, она может обострять и раздражать определенные части тела. Когда мы чувствуем, как некоторые эмоции зажигают определенные части тела, то является универсальным для всех людей на планете, так как наш биологический сценарий одинаков для всех. Сегодня я объясню вам общий обзор аллергии, а на сайте премиального членства будет полный объем курсов по исцелению аллергии, включая аллергии от укусов пчел, хлеба, пшеницы, глютена, молочных продуктов, орехов, пенициллина, перца, пыли, моллюсков. Смотрите также крапивницу, мыло, солнце и желтка. Для сегодняшнего разговора один из самых главных ключевых подходов, вне зависимости от предмета вашей аллергии или ее расположения, что может быть аллергии носовых пазух, аллергии на еду или кожной аллергией, основополагающие паттерны и собранное напряжение, лежащее в ее основе, имея два компонента. Первый. У вас могут быть унаследованные аллергии, что означает, что ваша семейная ДНК несет глубокую память и чувствительную предрасположенность к чего-либо из вашего окружения. Допустим, что-то есть в хлебе, может быть полынь или солнце, или что угодно еще на данном этапе рассмотрения. Тем не менее, предположим, что это хлеб. У ваших предков хлеб мог быть основным продуктом питания, и ваши предки могли проживать достаточно травматические времена, такие как рабство, бедность или войну, что когда вы смотрите на те времена, хлеб всегда был в доступе. Когда вы смотрите на эмоционально тяжелые обстоятельства жизни тех людей, их тела находились в огромном напряжении, вне зависимости от причины этого стресса. Тело находилось в режиме «бей-беги». Было слишком чувствительным и тревожным по отношению ко всему. Повышенные эмоции также чувствуются и сейчас, когда вы чувствуете так много эмоционального напряжения. И единственное, к чему у вас есть доступ – это хлеб. Ваше тело начинает формировать негативные ассоциации в связи с хлебом, так как каждый раз при употреблении хлеба они находились в стрессе, то тело начинает ассоциировать ингредиенты хлеба со стрессом режимом «бей-беги», что заставляет тело чрезмерно реагировать, вызывая необходимость защитить себя от опасности биологической памяти. Со временем оно создает реакцию с антителами, так как тело собирается бороться с посознательной травматичной памятью, которая сформировалась как ассоциация на хлеб. Поэтому вы видите, что не всегда хлеб является отправной точкой проблемы. Это также может быть негативной биологической, а психологической памятью, которую тело создало современной с чрезмерной иммунной реакцией. Второй важный компонент образования аллергической реакции у вас никогда раньше не было проблем с аллергией, и вдруг внезапно вы формируете одну или несколько. Предыдущий пример подойдет и в том случае, более или менее. Допустим, у вас началась кожная аллергия, чего раньше никогда не было. Вы реагируете на определенный тип крема, в течение которого времени, скорее всего, пошли через очень напряженный период, когда чувствовали себя очень раздраженным. Заметка на полях. Кожная аллергия часто связана с одним вопросом, кто или что раздражает вас в вашей жизни. Теперь что-то или кто-то вызывает в вас эмоции или психологическое раздражение, и вы используете крем регулярно, и что-то в креме вызывает реакцию раздражения на вашей коже, так как эмоциональное раздражение настолько велико, что ваша кожа становится чрезмерно чувствительной к вашему окружению. Со временем, когда тело достигло определенного предела преодоления эмоционального напряжения, оно становится физически проявляться на вашей коже. Ваша кожа ассоциирует крем и какой-то ингредиент в нем чувством раздражения или обиды. По прошествии времени использование крема эта память становится все глубже и глубже до тех пор, пока эмоциональная ассоциация, которая развила кожную чувствительность от крема, не начнет вызывать телесное отвержение. Допустим, что-то раньше вызывало много раздражения, ушло из вашей жизни, теперь вы спокойно используете тот же самый крем, и у вас снова возникает эмоциональная реакция. В чем причина? Ваше тело создало сильную биологическую память о креме и эмоциональном стрессе, поэтому, когда вы используете крем снова, это вызывает глубокие травматические воспоминания о прошлом опыте, когда вы раньше использовали крем, и это было очень травматично для вас. Я надеюсь, что объяснения о том, как ваше тело сохраняет воспоминания, будут полезны не только вашему сознательному уму. Все ваше тело – это губка с памятью. Давайте сейчас посмотрим на сильные эмоциональные паттерны, которые могут повлиять на аллергические реакции. Слайд с надписью «Общий обзор скрытого эмоционального напряжения, влияющего на аллергию». Если вы испытываете трудности с аллергией, то вы могли ранее испытывать враждебные чувства к вторгающемуся, обижающему партнеру, семье или окружению. Вы можете подавлять глубокую печаль из-за подконтрольного и доминующего детства, которое сделало вас неуверенным в себе и неуверенным в своем месте и семье. Понятно, что в таком окружении непросто практиковать границы в безопасной форме. Происходит что-то необратимое, и вы развиваете слабые границы. Это приводит к тому, что вы чувствуете себя чрезмерно чувствительным, вы обижаетесь на людей, которые ведут себя агрессивно, грубо и насильственно. Исходная корневая причина идет из враждебных отношений с родителями или опекунами, когда зачастую один родитель слишком старается осчастливить другого любым доступным средствами для того, чтобы избежать гневных вспышек или конфликтов. Этот родитель ненамеренно игнорирует ваши эмоциональные нужды, которые вполне могли бы быть соответствовать вашему чувству стыда или отверженности, когда вы были ребенком и чего-либо просили. Так как для вас всегда не было подходящего времени, в результате эмоционального окружения, в котором вас растили, вы не уверены, когда напрягаться, а когда расслабляться. Заметка на полях. Это такие же и сильные травмы предков. Сейчас вы проявляете границы только в момент провокации и обратно выражаясь, когда вас прижмут к стене. Из-за этого паттерна вы формировали ассоциативную злость и отвержение. Более того, она стала источником вашей силы. Вы чувствуете свою силу и уверенность только для того, чтобы выразить, как вы злитесь. Симптомы аллергии дают вам оправдание уходить из неприятных обстоятельств, прятаться и посвящать время себе, что в перспективе является проваленными границами. Вы редко разбираетесь с проблемами здесь и сейчас. Предпочитая замять это, вы задумываетесь над проблемами, которые не можете изменить, что заставляет вас чувствовать себя беспомощным. Итак, после того, как я это рассказала, у вас есть больше информации о психологических причинах, стоящих за вашими упрямыми аллергическими реакциями. Помните, что больше информации и исцеляющего контента по теме на нашем сайте премиального членства www.ivetroseru.com Вы можете зарегистрироваться бесплатно. Присылайте и дальше эти классные вопросы. До скорого!